так пришла я на летнюю кухню хочу немножко с вами поговорить и не поотвечать на вопросы которые вы мне задавали про крым вопросов было много вот но они как бы практически все одинаковые поэтому я именно каждому прям по имени не буду называть того кто задавал вопрос а просто буду отвечать на эти вопросы конечно я камеру так долго не удержу может быть мне ее куда-то поставить думаю что так будет нормально начну с предисловия даст такого небольшого в крым мы в этом году ездили уже в третий раз в третий раз на машине на своей машине предыдущие два раза мы ездили на другой машине которая была гораздо лучше нашей нынешней вот ну ничего мы на машине тоже доехали вот конечно немножко с приключениями но не об этом суть об этом я вам уже рассказывала поэтому чисто вот отвечу на вопросы которые про крым так объем бака автомобиля спрашивали нашего я спросила у мужа он сказал что 50 литров объем банка и за этим следом вопрос сколько раз мы заправлялись и на какую сколько раз мы заправлялись я не помню мужа тоже спрашивал он тоже не помнит как там они считали сколько раз так прикинули около 10000 мы потратили на бензин это туда и обратно у нас туда и обратно расстояние у нас составила 1300 километров вот и на 10000 рублей это у нас вышло где выбирали где дешевле или где получится это наверное имеется ввиду жилье наверное вы знаете мы неприхотливая семья на мне нужны какие-то пятизвездочные отели мы всегда по скромному не видим смысла тратить какие-то бешеные деньги на дорогие гостиницы отели какие-то пансионаты и выбираем такой бюджетный вариант и в этот раз я искала на авито приценивалась перекидывалась спрашивала в общем какие цены вот и примерно мы узнали на какую сумму рассчитывать потому что из года вот мне очень сильно меняются цены вот и мы просто вот как ехали заехали в судак мы были судаке и город мы знаем потому что может третий раз туда приехали и просто вот давай поедем вот на ту улицу там как бы близко к морю много сдается жилья потому что тут мы жили уже два раза в центре да в одном и том же гостевом доме давай поедем в ту сторону другую да и посмотрим там мы просто ехали ехали увидели гостевой дом на воротах написано сдается тут как раз стоит хозяйка мы у нее спросили сдаете она говорит да мы зашли посмотрели нас устроила цена устроили условия и мы там остались как бы вот увидел еще пришел увидел победил говорится и это был гостевой дом там в три этажа дом и на каждом этаже комнат по 7 наверное или 6 или 7 комнат вот мы были на втором этаже как только балкончик у кто смотрел видео знает и с этого балкончика или как терраска такая может входы в комнату и вот мы сняли два номера рядом одинаковых номера были с санузлом душ и туалет в номере холодильник телевизор двухспальная кровать кресло стол общем вот так вот полотенце постельное белье предоставляется вот все как бы чайника не было в номере в принципе нам не надо было у нас были свои приспособа чтобы воду нагревать и внизу дворик такой там была кочинка для отдыха такое вот местечко и кухня общая там можно было кушать готовить но мы не готовим потому что я хочу на отдыхе отдыхательнику готовить кушать кухне мы не пользовались стоит один номер 1250 рублей напомню что это был конец июня и вполне возможно что с 1 июля цены выросли вот но в прошлом году мы снимали за полторы тысячи в июле по моему ли в августе были но не в прошлом году позапрошлым получается в прошлом не ездили никуда и снимали номер без удобств за полторы тысячи но это было как бы разгар сезона а сейчас как бы в июне мы за 1250 это очень шикарно мы сняли море прям в двух шагах две минуты идти до моря набережная все вот эти развлекухи столовые все рядом но про жилье я наверно ответила да на вопрос так сколько потратили на еду в кафе но мы в кафе не ходили мы ходили в столовые мы не считали я пыталась собирать чеки не везде мы их возьмем где-то потеряли где-то то где-то все в общем завтракали мы в номере обедали мы столовой и ужинали тоже в номере ужинали тем что привезли с собой либо мы покупали какую-то еду шашлык овощи в такого вот сколько мы потратили на еду но прикинули вот так вот по остаткам наших средств на еду на все вот эти покупки короче сувенир в мире в общем где-то около 20 тысяч и плюс минус точно я не могу это посчитать как бы я не прикидывала все равно что-то покупаешь что тоже идешь на пляж что-то попить покупаешь пиво лимонад разливное вот где-то что зашел мороженое купил все это невозможно просто сосчитать ну где-то вот 20 тысяч точно потратили может даже больше вот и следующий вопрос про сувениры я не считала сколько мы потратили на сувениры это все входит вот в эти 20 тысяч все вот эти затраты наши то что мы покупали персики в дорогу и лук я покупала дорогу и не ходили мы по магазинам там покупали что-то спиртное покупали из еды из напитков такой вот это все входит вот в эти двадцать тысяч но я говорю это примерно сумму покупали ли вы экскурсии нет мы не покупали экскурсии как бы в те места которые нам интересно мы ходили сами вот ну конечно есть такие места куда хотелось бы поехать на катере там прокатиться в ялту да или на пляж там царский но это неоправданно как дорого для нас и мы не готовы тратить такие суммы большие нас четверо и на экскурсию идет кругленькая сумма я в каком-то ролике снимала вам прайс с экскурсиями посмотрите это по моему или третья или четвертая часть влогов про крым там есть стоимость этих экскурсий если не хотели то посоветуй что-то от себя ну что я хочу сказать нас очень удивило первым первую нашу поездку в крым это судахская крепость господи генуэзская вот генуэзская крепость там очень низкая сцена мы прям удивились там что детям бесплатно по моему а взрослым что 250 рублей по моему это невероятно красивые виды оттуда открываются обязательно сходите вот я советую такой бюджетный вариант но вы не пожалеете там так красиво так там интересно можно погрузиться в историю конечно можно туда взять экскурсию с экскурсоводом он вам все расскажет ну нам и без него было как-то все понятно ну а виды конечно оттуда вообще завораживающий нас судакскую бухту на даже меганом видно и алчака я видно и меганом видно оттуда поэтому первое что нужно посидеть в судаке это генуэзскую вот эту крепость также алчака я конечно это мыс на котором есть туристическая тропа там как облагороженная маломальски тропка ну сами знаете в горах сильно там не облагородишь ничего и мы ходили туда неоднократно мы даже в первую вторую поездку вот в третью поездку мы ходили это не один раз потому что ну просто хочется и хочется туда идти там очень красиво там такие страшно красивые места вот этим валуны которые падали с гор в прямо в море и ты поднимаешь голову и смотришь на что вот-вот что-нибудь оттуда тоже может упасть это как бы страшно и в то же время это красиво это вообще невероятная природа обязательно туда сходите и также вот это вот по туристической тропе а если вот не доходя этой тропы можно с пляжа увидеть пиола варфу это такое отверстие в скале которая создана природой мы туда забрались первую нашу поездку я не протестовал и не могла у меня были панические атаки почему-то подняться туда но второй раз когда мы приехали мы поднялись третий раз тоже приехали поднялись ничего сложного там в подъеме нет как оказалось поэтому обязательно поднимитесь кто был в судаке должен обязательно там побывать и можно на этом не останавливаться и дальше вот этого кольца леоловой арфы можно дальше по тропе идти выше 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 в гору вот что мы сделали но также до конца мы не дошли но в следующий раз обязательно дойдем а вот вообще вот эти места судаки также недалеко от судака есть мыс меганом это самое засушливое место в крыму там просто засуха такая что практически там ничего не растет голые камни но есть какая-то растительность но она такая уже сухая летом что практически ее там нет виды оттуда завораживающие интересная красивая тропа тоже обязательно побывайте там там очень красиво там даже с палатками останавливаются у подножья вот это зажима мыса меганом люди и отдыхают на берегу моря там очень красиво очень красиво плавают туда я знаю катера привозят людей на такие вот там маленькие бухточки пляжики закрыты таким как бы с суши туда проблематично добраться до в некоторые места а вот по морю люди предплывают даже занимаются там дайвингом очень красивая эта природа открытое море просто вот тоже советую это посетить также возле судака буквально там несколько полчаса на машине это меньше наверное ехать минут 15-20 наверное до нового света новый свет это такой небольшой поселочек там снимался фильм 3 плюс 2 советский кто не смотрел посмотреть обязательно сейчас раньше там было советское время просто пустынный пляж а теперь там шумная набережная рестораны кафешки в общем-то и и там есть главная достопримечательность это тропа голицына это вдоль скалы такая тропка каменная тут в общем скала у вас а тут море и вот такая трубка узенькая вы идете вдоль этой скалы очень тоже красивые виды выходите вы на мыс капчик капчик по-моему называется он в виде дельфина прям вообще вот смотрите прям дельфин каменный дальше можно спуститься там дойти до царского пляжа где купался сам царь как говорят наш и снималась то множество фильмов интересных и по манна каренина и пираты двадцатого века и вот этот 3 плюс 2 в общем тоже обязательно посещение вот эта тропа голицына и она бесплатно просто приезжайте идете как бы там есть еще можжевеловая роща уже когда проходите тропу можжевеловая роща тоже как красиво там ну такие вот места с красивыми видами природы в общем горы море это вообще прекрасно вот и так что в новом свете есть камень сундукова это кто в теме профиль 3 плюс 2 тот поймет там стоит этот камень конечно к нему тоже проблематично добраться потому что он загорожен построенными вот этими ресторанами как бы ну люди добираются но как просто так вот подойти к нему невозможно он в море стоит на мелководье со стороны можно на него посмотреть как искали мы там кафе 3 плюс 2 одно нашли она была закрыта второе как котором я читала мы вам просто не нашли я не знаю я читала не в интернете мы его и смогли найти думали что какая-то атмосфера связана с этим фильмом этот фильм просто наш любимый и хотелось бы побыть но почему-то мы не нашли там сворачиваешь с набережной просто непонятные улицы какие-то хаотичная какая-то застройка вот так кто как хотел так и строим по ходу ни улиц нормальных ничего в общем мы там блуждали блуждали ничего не нашли вот что еще посетить вот этих в местах и были дальше мы куда-то не поехали дальше нова света нам понравился судак мы третий раз туда приехали это во первых недалеко как бы ехать до крайно так можно сказать и красивые места в которые хочется возвращаться и возвращаться снова и снова и бывает там конечно в мечтах у нас побывать дальше когда-то поехать ну пока так посмотрим как будет следующий раз общая информация для новичков что брать с собой что не брать что можно брать что нельзя брать сейчас вы знаете в связи с этими событиями разными на крымском мосту происходят проверки багажа проверки автомобилей поэтому будьте готовы к этому советую всем это проходить ночью в время ближе к утру если в дневное время там люди стоят по несколько часов просто в пробках есть в телеграме специальный чат можете поискать я его нашла и как бы читала смотрела что люди пишут вообще насчет вот это всей проверки и было было уже подготовлена и спокойно к этому и чат называется крымский мост найдите подключитесь и читайте как люди отписывают там кто прошел сколько прошел насколько это быстро это сколько долго вот но по своему опыту скажу что мы проходили где-то в часам в три ночи и буквально вот в очереди мы постояли несколько машин перед нами было полчаса это где-то заняло у нас все и проверили машину очень быстро потому что мы тоже к этому подготовились важное правило чтобы в машине был порядок вещи были все упакованы компактно их не было много знаете мы обычно ездим машине у нас в салоне там вот так вот еда вода пакеты кулечки всякие все это но в этот раз мы подошли с умом мы все распланировали у нас был чемодан три рюкзака и сумка в руках с едой и все мы подъезжаешь туда пассажиры берут весь багаж идут специальное место на ленту его пропускают чтобы просветить водитель остается с проверяющими уже осматриваю там машину полностью в багажнике под сиденьями под машины знаете вот самим кузовом и чтобы это все быстрее проходило багаж должен быть упакован хорошо и все было не отлажено так что вы взяли и пошли потом пришли быстро также загрузили обратно и выехали чтобы меньше создавать эти пробки затормаживать движение если будет каждый так делать то гораздо быстрее будет проходить эти очереди документы у нас там не проверяли а еще что если у вас микроавтобус типа газель или вы знаете такие бусики фольксфаген есть мерседесе такие многоместные пассажирские то их проверяют на рентгене прям машину на рентген закатывают и проверяют если у вас машина это или прицеп забиты битком просто вещами то проверяют на рентгене это гораздо дольше проходит чем ручной досмотр вот этот вот что еще хотела сказать для грузовых машин мост закрыт грузовые машины передвигаются на пароме или по сухопутной дороге через новые регионы через мариуполь вот туда точно также можно любым любому человеку поехать по сухопутной дороге но нам как-то было так привычнее и спокойнее ехать через мост ну такие моменты в остальном я даже не знаю что еще сказать планируйте свой отдых заранее планируйте что брать потому что как опыт показывает всегда берем много чего лишнего но с каждой поездкой с каждым годом как-то становишься умнее уже не набираешь кучу барахла которые не пригодится тебе просто нужно писать список что вам нужно мы вплоть даже до еды берем с собой ты бы быстро в виду быстрого приготовления в дорогу я всегда беру с собой что-то готовое чаще всего это котлеты котлеты несколько картофель картофелин отварные там несколько отваренных яиц чтобы остановиться в пути где-то и перекусить калорийной сытной едой не где-то в кафе естественно можно где-то в кафе поесть но нам так удобнее мы любим домашнюю еду поэтому не знаю что еще даже рассказать и что добавить вот в общем даже подытожу так на жилье мы потратили за четыре дня десять тысяч рублей это за два номера всего на еду и сувениры какие-то покупки мы потратили двадцать тысяч на бензин у нас ушло десять тысяч около пятидесяти тысяч у нас обошелся этот отдых на семью из четверых человек двое взрослых двое детей по ресторанам мы не ходили вспомнила еще один момент который хотела рассказать единственное что мы брали это катамаран катамаран стоит 1000 рублей час нам часа вот так хватило поплавать вот вчетвером садитесь двое на педали остальные так видео все смотрели как мы катались мы катались первый раз нам очень понравилось вот принципе можно и два часа брать кто кто не не первый раз уже катается на катамаране очень интересно и недорого тысячи рублей час это недорого все цены примерно как это практически такие же как у нас цены как и везде мне кажется сейчас везде все дорого знаете и дома покупаешь тоже кажется все дорого цены как на всех курортах я могу сказать можно найти что-то подороже можно найти что-то подешевле есть магазинчики которые частные такие небольшие там естественно будет все дороже если поискать и более-менее какой-то супермаркет то там будет дешевле пятерочек магнитов нет в крыму мы нашли супермаркет клевер в судаке туда сходили там цены очень даже нормальные и выбор продуктов тоже нормальный все что хотите там продается даже когда турецкая еда там продается кулинария все такое еды с едой проблем нету можно везде купить на пляжах готовят жарят все что хотите на любой вкус и цвет рынок есть там центральный рынок как бы такой большой есть такой на кипарисовой аллее в центре мини такой рыночек но там дороже чем на центральном если не полениться то можно и пешочком даже пройти там того города судачок маленький можно пешком обойти весь город цены такие же на пляже также можно купить напитки какие вы хотите и мороженое и чебуреки и пуховод все что хочешь в принципе продается поэтому с этим проблем нет никаких и цены повторюсь такие же как и везде плюс-минус оплачивать все можно карты весь практически в любом месте а там где вот например у нас рядом с домом был такой небольшой магазинчик частный самое необходимое это можно купить там можно оплачивать переводом но интернета у нас там нет наша связь там не ловит поэтому интернета нет и переводами мы платить не могли а так в принципе во всех столовых везде даже вот на набережные вот эти вот палатки с сувенирами с разливными напитками с чем хотите там везде можно оплачивать все карты любой карты оплачивается все во всех я знаю что во всех гостевых домах везде есть бесплатный вайфай и это очень хорошо потому что мы приезжаем у нас единственная связь это вот по бесплатному вайфайу с родственниками например потому что наша связь там не ловит а покупать на четыре дня как у местную связь вот эту просто не хочется цены на бензин и в крыму рублей на пять дороже да где-то на пять на шесть рублей дороже если у нас 62 например 95 бензин то там 68 67 68 рублей так если посмотреть то можно очень даже бюджетно отдохнуть как мы это делаем чем нам и нравится этот отдых мне даже иногда кажется что на нашем побережье как-то дороже в том же где-то геленджике или кабардинке я смотрела жилье по чем сдают я вообще удивилась что как в крыму получается дешевле отдыхать чем на но тут где-нибудь на нашем побережье вроде бы на все вопросы ответила может нечего рассказать на полчаса она говорила вот но если вдруг еще что-то вам интересно то задавайте вопросы и вообще не только про крым про что хотите спрашивайте я по возможности отвечу конечно если это будут нормальные адекватные вопросы вот ладненько спасибо вам за просмотр пока пока пока